добрый день уважаемый полюс репортала тут бай сети зрители сети слушателей снова четверг 14 00 передача экономика на пальцах 90 уже выпуск фактически ну еще пока нет как всегда в студии марина скелёнок и сергей новый боевой красный рассказ вот я прежде чем как обычно я анонс прочитаю чтобы ты немножко выдохнул программа наша сегодня называется экономика на пальцах точка иногда они возвращаются я подозреваю что вы знаете о ком идет речь но тем не менее второе происшествие петра петровича прокоповича символический ответ власти на главный вопрос экономических обозревателей какой же будет макроэкономическая политика власти в 2013 году через полгода после ухода сергея румаса в банк развития пост вице-премьера по экономике занял человек чье имя очень прочно ассоциируется у людей с валютным кризисом 2011 года что означает возвращение 70-летнего чиновников правительства каким курсом будем теперь двигаться мы и наша уникальная белорусская экономическая модель будем говорить об этом сегодня в нашей программе да вот ну фактически получается что это будет продолжение нашего прошлого разговора буквально как будто не расставались и те же самые темы потому что вот на удивление значит как бы те загадки которые были в прошлой передаче вот фактически они сейчас какие-то свои значит разгадки получают ну буквально на следующий день после нашей передачи вот это назначение петра петровича состоялось вот это не единственное кадровое назначение которое такое шумное было еще одно это было управление делами президента виктор шейман возглавил экономика никакого это отношение не имеет это просто лишний раз скорее всего показывает что в общем кадровая скамейка очень короткая и приходится в общем рокировка ожидала не те же кадры причем что интересно по моему там всего неделя прошла с предыдущего назначения виктора шеймана вот новое то есть грубо говоря вот крыловский квартет он продолжается вот это что конечно приходится находить такие кадры когда я вот кстати к вопросу о репутации знаешь как это наш берет в таком возрасте уже бежит впереди тебя я пытался вчера значит в гугле посмотреть сколько же ему лет на самом деле какую дата рождения то есть там я колебался между 70 и 71 годом вот набрав прокопович первые шесть результатов были не совсем не связаны и значит с петром петровичем а с небезызвестным сайтом который да значит по прославился во времена 2011 года это вот как какой надо будет репутации чтобы не 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 твоя фамилия была в первом списке а какими нарицательные уже стояла впереди да так вот что что особенно важно вот в этом назначении фактически сейчас вот всю эту передачу будем такой вот моим любимым делом заниматься вот германевтикой попытка разгадать что же кроется за словами и поступками наших властей какие изменения возможной макроэкономической политики в этом кроются и к чему нам как бы готовится в этой ситуации понятно что тут фактически там по большому счету это назначение в общем такое я бы сказал повышение да потому что с помощника президента на вице-премьера это формально повышение причем что особенно важно это в общем занята вакансии именно вот сергея румаса как про которого мы помним это один из человек людей который олицетворял вот эту странные непонятные рыночные теории пресловутую рыночную экономику мясниковича румаса вот румас правительстве уже не работает он сейчас банки развития вообще говоря я бы кстати к вопросу вот о рыночной экономики мясниковича румаса на самом деле это не совсем точный термин потому что если вспоминать фамилии которые по логике должны были бы ее на самом деле олицетворять то это вот я очень хорошо помню момент когда в самом начале апреля одиннадцатого года когда вот собственно этот кризис случался было предложено решение которое в общем действительно потом сентябре и было принято в сентябре только в апреле но было в начале апреля выдвинута а именно вот введение дополнительной сессии на белорусской валютно-фондовой бирже ну ты лишь фактически постепенный вот такой поэтапный переход на свободное плавающее курсообразование то есть идея была уже тогда озвучивали ее совместно вице-премьер сергей румас и первый заместитель председателя нацбанка тогдашнего кстати прокоповича лузгин вот то есть одной половинки уже нет кстати про лузгина ходят усиленные слухи что и его скорее всего может скоро не быть в нацбанке он якобы усиленно просится чтобы его отпустили в руководство коммерческого банка слухи о том кто займет его место вот пока неизвестно вот сложно сказать вообще говоря это будет ну серьезная потеря потому что человек в общем отличаю отвечавший за собственно макроэкономику вот как долго находился на том посту честно говоря я не помню очень давно один из самых таких из всех старожилов пожалуй кризис и все эти потому что остальные они существенно моложе его вот и алымов и дубков там и все-все вы надольные они они моложе существенно его вот то есть это вот данном случае старожил потом правда уже эту идею озвучивал как раз таки румас и надольный из нацбанка но первоначально ее сторонником был лузгин то есть решет о чем что мы можем потерять еще и вторую половинку вот этой самой рыночной экономики и так то бишь заполняется вакансия оставшиеся после сергея румаса человек который в общем по большому счету играл ключевую роль в тогдашнем составе правительства отвечая как раз таки именно за за макроэкономику бюджет то есть за исполнение параметров прогноза социально-экономического развития вообще целом за всю вот эту стратегию петр петрович возвращенный значит сначала на на пост помощника президента вот первым делом то что ему поручили это вот это самая пресловутая модернизация значит проследить за тем чтобы на каждом предприятии были вот эти самые планы модернизации я так понимаю что он довольно успешно значит за этим проследил судя потому что было принято даже отдельное постановление 30 декабря сейчас просто текст его стал известен постановление совмина 1262 где вот как раз список насчет перечислен этих предприятий который уже показали как они как же у них будет все хорошо значит на период с тринадцатого по пятнадцатый год но об этом я чуть позже а пока вот меня хотел бы вернуться в прошлое раз уж но и в прошлой передаче показывали значит предание старины глубокой а именно как высказывался президент в о том почему же он отправил ну или принял отставку петра петровича прокопович это вот значит во время посещения регионов вот вышел журналистам и там среди прочего как раз ему задали этот вопрос это буквально лето июнь 22 второе кажется июня 2011 года на будьте добры петрович национальный банк больше не вернется я хочу чтобы он же прежде всего это человек преданнейший стране честный и порядочный и он ошибался и правительство и я я должен был это видеть и так далее вопрос не в этом это преданнейший нашему отечеству человек но перенеся операцию на открытом сердце для меня страшно было представить что он на следующий день вышел на работу у него выхода другого не было он видим видел что тут все телепаются по всем этим вопросам для меня было самое страшное не дай бог с ним что-то случилось хотел чтобы он жил сейчас видимо уже не хочет вот там кстати смех смехом но там вот в этом самом высказывании была опять же одна очень важная мысль которую на тот момент мало кто обратил внимание о том что фактически пётр петрович в общем предупреждал о чем-то по всей видимости президента что в общем что-то надвигается он как-то это признал что в словах преданнейший нет нет когда он говорил о том что и и он это где-то видел я там тоже где-то ну не придал там значения и так далее так далее то бишь очевидно все таки что сказать не все плохое было связано с именем петра петровича прокоповича все таки все это помнят вот эту его знаменитые высказывание о том что мы отрицаем даже возможность разовой пятипроцентной девальвации когда всем уже было понятно что этот курс незащитим и вопрос только когда и каким способом управляемым или катастрофически эта девальвация случится она очень катастрофически и случилось вот потом просто по факту признали то что сложилось на неконтролируемых сегментах рынка тот курс в качестве официального вот но очевидно что помимо вот этих высказываний я предполагаю что вот как бы какие-то звоночки он видел и какие-то сигналы в том числе президенту подавал в том числе возможно именно благодаря этому он вот такую высокую степень доверия сохранил но не глупо да несомненно так вот что особенно вот важно значит еще раз подчеркиваю возвращается он с нибудь ну чрезвычайно широкими полномочиями то есть фактический человек но буквально контролирующий все как я уже говорил бюджет основные параметры социально-экономического развития и собственно вот эту вот самую модернизацию которая очевидно сейчас является главным что ли коньком это вот основной лозунг который до пятнадцатого года до следующих президентских выборов будет в общем на щите у наших властей вот то бешенными словами контролирует практически все от макроэкономики до микроэкономики поскольку ну от макро параметров которые принимаются на уровне прогноза социально-экономического развития до микроэкономики на уровне предприятий где где поголовная модернизация доходит до каждого из них где каждый директор там под страхом значит даже не увольнение тюремного заключения будет эту модернизацию проводить то есть фактически такой вот теневой второй пример можно даже сказать у нас появился так вот как ну понятно что что это в общем еще и символическое назначение да то бишь очевидно что в общем таким ну какой сигнал вот грубо говоря рынку до президент подает вот таким назначением то есть фактически он возвращает на пост человека который в общем олицетворял политику экономическую докризисную которую в общем к тому кризису валютному и привела и ну даже если за это время он в общем изменился после операции на сердце или еще в как результате чего вот но все равно в общем довольно такой негативный очевидно негативный сигнал рынку подано том что в общем как бы по факту заменили рыночника на человека в общем старых убеждений который был одним из разработчиков и отцов фактически вот это так называем уникальный белорусской экономической модели доказавшую свою эффективность конец цитаты и самое важное здесь вот что как я уже говорил многократно и придется повторить еще раз основная проблема с которой столкнулись наши власти связано с тем что в общем стало очевидной вопиющей неэффективности нашей экономики что вот этот кризис который на самом деле кризис 11 года который во многом снял дисбаланс и которые накапливались за многие годы по большому счету с 2006 года они накапливались и те шаги на который пришлось пойти исключительно для того чтобы вот потушить пожар они по факту в общем эту нашу уникальную экономическую модель просто отменили и теперь как мы видели в прошлом году любые попытки стимулировать экономический рост старыми методами в частности там государственными инвестициями или еще какими-то директивными способами то к чему в общем наши власти привыкли когда вот эти прогнозы они в конечном счете становятся фактически планом к руководствам действий практически приказом вот есть же знаменитое высказывание о том как на одном из первых совещаний по по экономике когда значит профессор богданкевич рассказывал о том что мол есть вещи которые экономике невозможны вот нельзя эти хотелки притворить жизнь что было сказано что если я издам декрет например или указ ну то есть вот теперь получается что это не работает и не работает потому что как только к таким практикам мы начинаем возвращаться тут же сразу создаются проблемы которые выплескиваются буквально моментально там в первую очередь на валютный рынок и это мы видели как потом с большим трудом значит нас банку приходилось этим делом бороться иными словами старых методов достигать результаты нет с другой стороны мы видим что даже при при сверх благоприятные там внешне экономической конъюнктуре ну да за 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 вычетом допустим второй половины года за вычетом падение там 20-30 процентов значит условий торговли ухудшение условий торговли допустим по калийным удобрениям там и так далее но даже с учетом того что у нас тут волшебная схема растворитель и разбавитель функционировал все равно мы видим что в общем экономика дает только полтора процента а фактически последний квартал вообще был в минус он был минус полтора процента если считать не вот в годичном выражении год году квартал квартал то есть там было очень серьезное падение вот иными словами экономического роста нет с другой стороны очевидно что на том уровне которым мы оказались и это в общем констатировали наши власти что дальше в общем происходит деградация нашего промышленного комплекса конкурентоспособность мы теряем с учетом того что в общем экономика наша становится еще более открытые чем раньше да несмотря даже на то что в общем планировалось что вот это единое экономическое пространство и таможенный союз они хоть какую-то там нам степень защиты обеспечат то в общем на самом деле мы видим что вступление россии в это просто будет постепенно увеличивать конкуренцию на нашем рынке и соответственно еще хуже будет положение наших предприятий то бишь вот загнали себя вот в такой вот что ли тупик из которого в общем хорошего выхода нет да то есть это вот та ситуация в которой надо вытягивать себя за волосы вот ответом на это вот как раз и послужил вот этот пресловутый план модернизации который как я уже был понимается исключительно как технологическая модернизация вот и вопрос да то есть значит возвращение человека который по факту на самом-то деле вот как раз и и был ну что ли автором вот это вот волшебного механизма когда стало ясно что по большому счету мы можем рисовать какие угодно темпы экономического роста да потом с определенными негативными последствиями но по крайней мере на некоторое время этого хватает вот в частности когда в 2009 году это вот первый наш такой мини кризис там ответ нашей экономики на мировой кризис седьмого восьмого года вот 20 процентной девальвации и все равно у нас было были положительные темпы экономического роста плюс там 0,5 процента вероятнее всего это там статистическая погрешность то есть могло быть ниже там и выше но нарисовали небольшой плюс но за счет чего это было достигнуто при том что допустим россия в тот же самый год она была в минусе их отрицательный был рост ввп до спаду вот за счет как раз того что наращивали инвестиции в в основной капитал то есть это вот был тот самый главный волшебный механизм с помощью которого этот рост достигался и как раз таки петр петрович прокопович еще даже не будучи главой нацбанка еще во времена бытность свою вице-премьерство он как раз был сторонником вот этой самой политики значит вложений средств государственных инвестиций в основной капитал главным образом капитальное строительство вот понятно что в общем это во многом конечно вещь такая бухгалтерская ну потому что как бы мы же помним что у нас за все эти годы ухудшалась в действительности структура этих самых инвестиций то есть настоящие инвестиции там станки оборудования машины и все остальное их доля постепенно уменьшалась а как раз таки вложение вот собственно в то что проще всего где деньги как это называлось даже освоить да то есть вложение средств осваивали бюджет вот фактически строительство стен вот это вот поскольку это шло по статье государственных инвестиций это входит структуру ввп это это ввп увеличивает то есть вроде как вот это позволяет нам выглядеть неплохо то что как бы новых производстве какой-то серьезный настоящей модернизации от этого не происходило это тоже было видно и причем было видно как раз таки примерно вот с 2005-06 года очень четко видно что эффективность этих самых инвестиций снижалась то есть воловой их объем рос а отдача на каждый вложен рубль постепенно уменьшалась вот и еще раз что особенно важно значит это то что петр петрович прокопович значит получив этот пост он будет также как и румас отвечать за исполнение планов вот социально-экономического развития на период вот 13-15 вот он находится я так понимаю уже неделю до этого чуть меньше недели какие-то более-менее заметные шаги он уже успел сделать ну дело в том что петр петрович вообще довольно тихий человек я его их редко мы даже во время когда он главой нацбанка был не очень часто видели с каких-то высказываний или чего-то еще вот поэтому по всей видимости пока еще никаких серьезных подвижек не произошло и просто поэтому пока это все конечно все в общем вилами по воде гадания да но просто что здесь надо иметь ввиду вот в прошлой передаче мы говорили о том что действительно не очень понятно откуда и зачем рисовался вот этот самый прогноз 8 с половиной процентов роста ввп на тринадцатый год потому что действительно как я рассказывал что в общем родился он в недрах минэкономики никто их собственно руки не выкручивал значит не заставлял для того чтобы такие в общем мало реалистичные вещи как бы написать и что интересно вот буквально на прошедшие же недели было пресс-конференция заместителя министра экономики александр ярошенко это вот того самого человека который прославился полемикой с сергеем ткачевым вот в одиннадцатом году вот да 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 совершенно верно когда тогда за него вступился миха владимирович муснякович да как вот он фактически защищал отчитываясь о вот том как экономика сработала в двенадцатом году он фактически защищал в общем вот этот их вышедший из их ведомства значит этот восьми с половиной полученный прогноз он фактически полностью подтвердил вот как я рассказывал как этот прогноз принимался как эти планы делались он фактически дословно буквально значит подтвердил о том что действительно изначально вот я белку цитирую разрабатывались три сценария развития отечественной экономики согласно которому роста в тринадцатом году должен был составить шесть восемь с половиной десять с половиной процентов при этом пояснил александр ярошенко последний из них делался с расчетом на пятилетку говорить о нем пока прежде в одну с расчетом на пятилетку это я объяснялся для того чтобы исполнить вот эти вот несбыточные уже цифры значит дальше получается интересный момент остановились то на восьми с половиной а вот он говорит 6 это то что реально просматривается сейчас при условии благоприятно сказывающих обстоятельств однако без создания новых экономики ну то бишь предполагалось что 6 это и есть вот тот равновесный скажем без каких-то значит дополнительных дисбалансов без того чтобы искусственно стимулировать роста то что на что экономика способна расти а вот восемь с половиной это вот уже создание той самой новой экономики то есть то есть самых вот новых производств да вот как 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 он буквально сказал нам надо задуматься над созданием серьезных предприятий новых производств значит не создавать а задуматься о создании вот так вот что интересно вот это вот фраза 6 процентов это то что реально просматривается при условии благоприятно складывающихся обстоятельств. Что за обстоятельства должно быть? Даже 6%, нет, я просто к чему, что предполагалось, что вот эти 6% это и есть, и так уже экономика сама, и там даже заставлять не надо, она это сумеет сделать. Теперь выясняется, что и 6% это тоже, скажем, такая вот некая надежда, что может оказаться в действительности меньше, а при вот... А какие обстоятельства? Там цитата совершенно потрясающая. Когда уже речь шла о том, вот об этих 8,5%, там была такая фраза о том, что сейчас только ленивые не критикуют. Я понимаю примерно, что я тоже попадаю в эту категорию, в этих категорий, которые только ленивые не критикуют. Там просто потрясающе было сказано о том, что 8,5% роста ВВП это цель, к которой мы должны стремиться. Реальность такова, что она может быть достигнута, если все положительные моменты сойдутся. Значит... Это конец, да? Дальше там не объясняется. Сложатся и все звезды сойдутся. Сказано было даже так. Вот. Ну, то бишь, даже если еще, видимо, не просто какие-то должны условия сложиться, но еще и звезды должны сойтись. То есть это, в общем, надежда совсем уже на какие-то... То бишь, речь идет о чем, что эти 8,5% они составили, учтя все абсолютно положительные, возможные, значит... Вот если все факторы, которые влияют на экономический рост, все вот будут по самой, значит, благоприятной планке, да, то, в общем, может быть, эти 8,5% получатся. Вероятность того, что они будут по самой благоприятной планке, это... Исчезающая мала, это же понятно, да. То бишь, тут же ясно одно, что это вот тот самый случай, когда действительно все звезды должны сойтись. То есть нужно, чтобы каждый фактор, значит, оказался максимально позитивным, этого не будет. То есть что сейчас происходит? Вот, фактически, вот почему пришлось, значит, Ярошенко отчитываться? Кстати говоря, он и за 12-й год тоже отчитался, значит, почему, мол, полтора получилось, значит, ну, мол, да, не смогла, как в анекдоте, значит, но зато вот мы вошли в состояние сбалансированного развития, да, то бишь, значит, по-прежнему у нас 12-й год объясняется еще ликвидацией сформировавшимся в предыдущем году макроэкономическими диспропорциями, хотя они фактически были ликвидированы уже осенью 11-го года, вот, и основные усилия были направлены обеспечении именно стабильного, сбалансированного экономического роста, подчеркнул он. Ну, то бишь, речь вот о том, что, скажем, любые другие темпы роста были бы уже несбалансированы, да, то есть, это мы, собственно, сами видели и в мае, и в октябре прошлого года, когда действительно были попытки эту сбалансированность нарушить. Так вот, я к чему, собственно, веду. Получается, что, очевидно, вот, когда создавался такой прогноз, и сам Минэкономики это признает, да, что были взяты самые, ну, нереалистичные предположения, и рост экспорта на 15%, непонятно, из-за чего случится, хотя, в общем, макроэкономическая конъюнктура в странах наших торговых партнерах, в общем, не самая лучшая, и по всем прогнозам, самым благоприятным и Россия, и остальной мир, и прогнозы Министерства экономического развития России, и, значит, и прогнозы Мирового банка, примерно, где-то, 3,5% экономический рост в России и в Европе вот основные наши рынки, да, откуда при экономическом росте в 3,5% появится рост экспорта на 15%, ну, не очень понятно, то есть, теоретически, это может быть, там, за счет каких-то, ну, вот, как, например, это случилось благодаря, там, девальвации 2011 года, когда резкий рост экспорта случился, но этот фактор, в общем, уже исчерпан, да, то бишь, этого очевидно, что не будет, ну, и, конечно же, это, вот это самое, значит, модернизации и создания новых предприятий, ну, и плюс приватизации на 4,5 миллиарда долларов, точнее, прямые иностранные инвестиции на 4,5 миллиарда долларов, из которых 2,5 приватизации, остальное, значит, вот, должны быть, как раз-таки, вложения денег в создание новых производств, чего, скорее всего, тоже, в общем, не будет в таких масштабах. Так вот, в прошлой передаче мы как раз говорили, что получается, что правительство тем самым, в общем, в определенной степени себя в ловушку загнало, да, вот такими планами. Вероятно, что отношение к планам на 13-й год было примерно такое же, как к планам на 12-й год. Ну, мол, ничего страшного, да, мы там нарисуем их высокими, а как уж исполнится, так исполнится, и надежда... Да, 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 да. Ну, как бы, вот. Тем более, что, в общем-то, и, скажем, президент, по большому счету, как я понимаю, не очень, что ли, так строго судил за то, что вот не получается то, что нарисовали, потому что тут логика какая, да, я, значит, поставлю им цель повыше, потому что, если поставить цель реалистичную, вообще ничего делать же не будут, да, то есть, само все будет идти, а так хоть, значит, надо же напрягать правительство, и вот поэтому ставятся вот такие цели. И, очевидно, надежда была, что и на этот год это прокатит. А тут происходит такая ситуация, раз вы сами себя в ловушку загнали, получается, что Петром Петровичем Прокоповичем президент эту ловушку захлопывает, потому что он фактически ставит человека, как я уже говорил, ответственного за исполнение этих самых параметров социально-экономического развития. То бешенными словами, если еще до него, до этого назначения можно было надеяться, что, в принципе, ну, скорее всего, как оно получится, так и получится, то теперь очевидно, что, и он фактически с этими полномочиями приходит, да, требовать от того, что, ребята, вы же сами нарисовали эти планы, теперь, соответственно, будьте добры, значит, их исполняйте. Как же так? И в этом смысле его позиция оказывается гораздо более могущественная, чем его предыдущий пост советника президента, потому что, когда ты являешься помощником президента, ты можешь повлиять только на мысли и слова, там, и действия президента, здесь же ты фактически поставлен, знаешь, ну, как, с чем бы это сравнить, вот как в ранние годы советской власти, когда, значит, к старым специалистам, там, на производствах ставили, значит, с наганом кожаного комиссара, ну, чтобы он следил, чтобы, значит, там саботажа не было, чтобы работали хорошо, вот. То есть ему выдали наган кожаную косуку такую, да? я вот думаю, что, скорее всего, вот его работа именно вот в этом и будет заключаться. 70-летнему мужчину. Ну, не стареет душой ветеран, мы же знаем такую песню. Кстати, между прочим, иногда они возвращаются, я не зря такой заголовок поставил, вот, люди моего возраста, значит, я помню, был во времена моей юности такой на экраны выходил фильм ужасов, он так и назывался, иногда они возвращаются, да, вот, там про зомби, так что, тут такая, да, такая вот шутка была. Так вот, еще раз говорю, что очевидно, что вес, скажем, вот, при принятии решений факторов, учитывающих то, что нужно все-таки стремиться к этому прогнозу, он будет выше, чем в 12-м году. То бишь, понятно, что эти 8,5 процентов они не сделают никак, и понятно, ну, точнее, как, ну, наверное, можно раз в жизни, значит, получить эти 8,5 процентов, но последний раз в жизни, вот, а понятно, что, значит, никто этого делать не хочет, но, тем не менее, очевидно, что переход к стимулированию экономического роста, причем, понятно даже за счет чего, за счет того, что человек, значит, поставлен на модернизацию, то бишь, очевидно, он будет контролировать исполнение средств и направление этих средств именно на модернизацию, а фактически, в свое любимое же дело, вложение государственных средств, значит, в основной капитал, то бишь, вот, собственно, человек оказался снова на своем родном рабочем месте. Что же отличает ситуацию все-таки 13-го года, скажем, от ситуации 10-го года, когда точно так же стояла задача показать вот эти заголовочные цифры роста ВВП и доходов населения. Кстати, по доходам населения, вот, буквально, свежие данные, значит, средняя зарплата за декабрь 553 доллара с небольшим, средняя... Это Белстат отчитался? Да, 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 да. Вот, ну, они там среднюю начисленную зарплату делят на средний курс, который был в декабре. Иными словами, мы превзошли даже параметры 500 долларов, которые, 510 или сколько-то там, я уже точно не помню, был в декабре 10-го года. То бишь, вот, самый последний, как бы, вот, наш такой напряженный месяц, после чего, в общем, все покатилось под откос, когда эти самые 500 долларов люди решили превратить в 500 долларов, и, в общем, банковская система этого не выдержала. Вот. Самое главное, это то, что пока сохраняется с главной, завоевание, что ли, вот, результат этого экономического кризиса, а именно, это то, как я говорил, это плавающий валютный курс и относительно жесткая денежно-кредитная политика. вот, пока они, значит, сохраняются, вот, пока, в общем, все эти практики искусственного стимулирования роста не будут годиться. Но, как мы разговаривали, опять же, пару передач назад, когда еще Дмитрий Круг у нас был в гостях, мы как раз говорили о очень большой опасности того, что, незаметно, даже помимо каких-то сознательных усилий правительства, может получиться так, что, вот, отказ от этого плавающего курса может произойти. Может он произойти просто в силу того, я вот сейчас важный тезис оттуда вытягиваю, мы тогда много таких, так сказать, очень концентрированно поговорили, сейчас более подробно. То есть, речь шла о том, что, в общем, не удалось заменить вот этот номинальный якорь, который бы ограничивал инфляционные и девальвационные ожидания людей, вот, то бишь, ну, относительно фиксированный курс, когда было понятно, что он менялся, там, единицы процентов в течение года, вот, не удалось заменить на что-то другое, то бишь, переход к инфляционному таргетированию не произошел, вот, во-первых, инфляция по-прежнему высока, во-вторых, в общем, все равно, как бы, мы видим, что люди при малейшем, значит, своем поведении кидаются и в обменники, да, при малейших, в общем, признаках, какого-то колебания курса, как раз, хотя, как раз-таки, увеличение колебаний курса, это то, что нужно было бы делать Насбанку, поэтому он по неволе был вынужден даже, может быть, даже сильнее, чем ему хотелось, вот, эту волатильность, изменчивость курса уменьшать, и отсюда, в общем, рукой подать до того, что, ну, смотрите, мы попробовали, значит, вот, скажем, ну, как бы я выразился, не знаю, посткризисную экономику, как она действует, да, посмотрели целый год, видим, что, в общем, действует она как, как говорит Ярошенко, стабильное развитие она обеспечивает, но развитием это назвать сложно, потому что это, в общем, экономический рост весьма низкий, и, в общем, даже где-то приближающийся к нулю, вот, и что делать в этой ситуации, да, плюс, как бы, особого позитива это, в общем, не получили, то бишь, все равно, вот эти самые ожидания, да, так сказать, настроение людей, по большому счету, в общем, сбить температуру серьезным образом не удалось, вот, и отсюда, как я уже говорил, есть большой соблазн, вот, изменение вот этой вот политики Национального банка, да, причем это может произойти совершенно незаметно, естественным образом, то есть, где вот эта грань между ограничением колебаний и фактически началом сознательного таргетирования валютного курса, она очень тонкая, ее, ну, нельзя сказать, что вот тут еще, значит, это, знаешь, как вопрос мартышки, три это куча или не куча, да, то есть, тут нет четкой такой границы, вот, и поэтому, как мне кажется, что начинает, в общем, прорисовываться совершенно, в общем, очевидно, ответ, который, в общем, президент пытается сейчас найти, и обращаясь, как раз, в общем, к человеку, который, ну, вот, он-то ведь тоже, я бы не уверен, что хорошо понимает, как вот эта посткризисная экономика функционирует, вот как она работала до кризиса, вот Петр Петрович знает, да, мы же понимаем прекрасно, что в таком возрасте, в общем, убеждения никакие не меняются, и, в общем, все, что ты умеешь, ты умеешь только это, да, как англичане говорят, старый пес новых трюков не, не учит, вот, и поэтому, вот, ответ на, на вот эту вот ловушку низкого экономического роста, в которой мы оказались, то бишь, когда у нас стабильность достигается, но стабильность достигается на очень низком уровне, и роста никакого, по сути, нет, вот, что делать в этой ситуации? То есть мы, по сути, то обращаемся на месте. и мне кажется, что как раз-таки возвращение Петра Петровича Прокоповича, который теперь, но это то же самое, только вид сбоку, как я уже говорил, та же самая модернизация, это не что иное, как та же самая любимая работа Петра Петровича Прокоповича, о которой он всегда говорил, а именно это вот наращивание государственных инвестиций в основной капитал. В сущности это и есть. И к чему это приведет? Так вот, главный вопрос вот какой. Ну, понятно, как я уже говорил, постепенно нужно будет отказываться от равновесного курса рубля, да, и постепенно каким-то образом его фиксировать. Я не уверен, что Нацбанк сейчас согласен на это, Хотя, в общем, тут тоже достаточно такие интересные моменты, ведь у нас на этой неделе еще, помимо всего прочего, была пресс-конференция как раз Николая Лузгина, вот про которого... Да, он сказал, что про девалюацию, Да, 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 да. Ничего страшного, что она будет небольшая и плавная. Ну, ведь тут тоже нужно, понимаешь, тут тоже нужно очень, любые такие высказывания нужно всегда очень разминировать, очень аккуратно, потому что даже в малейших изменениях построения фразы, да, и словах, на самом деле, кроется довольно серьезный смысл, потому что, ведь в сущности, когда читаешь вот что на пресс-конференции Лузгин заявил о том, что он не берется прогнозировать официальный курс белорусского рубля там в тринадцатом году, что, в общем-то, он у нас складывается из выночных принципов, которые влияют там на динамику множества факторов и так далее, и так далее, значит, вот, что будем с инфляцией бороться, вот, по-прежнему не стоит задача искусственно сдерживать курс образования, сглаживание к небу, и так далее, и так далее, то есть, по большому счету, вроде бы ничего нового не было сказано, но одно то, что, значит, вот такая пресс-конференция понадобилась после появления Петра Петровича Прокоповича, говорит о том, что, в общем, в Национальном банке ответил-то ведь человек, как я уже говорил, точно наш, как Петр Петрович отвечает сейчас за макро в правительстве, то вот Лузгин отвечает за макро в Национальном банке, то есть, фактически, это вот с двух концов, значит, навстречу друг другу было два таких символических шага, один назначение на пост, другой вот пресс-конференция, так вот, ведь речь это о чем, что, если действительно, я прав в том, что сознательный выбор власти сделали на такое вот постепенное возвращение все-таки в старую экономику, потому что это единственное, что они понимают, единственное, что работало раньше, новую попробовали, на вкус она как-то не очень подошла, вот, то бишь, понятно, что она будет работать только в том случае, если идти дальше по пути каких-то рыночных преобразований, понятно, что это вызывает отвращение у наших лиц, принимающих решения, мы же знаем, что эту рыночную экономику нам специально подбрасывают для того, чтобы на куски, значит, расчленить наши промышленные комплексы и по дешевке, значит, скупить, вот, поэтому мы этого ничего делать не будем, поэтому логичным является попытка вернуться в старые, в старые, как бы, практики экономики, но здесь же принципиально важным моментом является вот что, мы же понимаем прекрасно, что эта модель работает только ограниченное время, до тех пор, пока вот накопленные ею дисбалансы, они поневоле будут накапливаться, потому что, как мы знаем, значит, стабильные темпы экономического роста, это только, вот, бескризисно, это только полтора процента, в этом году, может быть, даже этих не будет, ну, если ничего не трогать руками, вот, то бишь, она работает только некоторое время, когда эти дисбалансы потом, катастрофически обрываются, ну, и потом дальше можно, значит, заниматься тем же самым, то есть, вот, как это, и, на колу мочало, начиная с начала, вот, и самый главный вопрос здесь стоит, какой, если это решение принято о таком вот переходе к старым практикам, постепенном, ну, очевидно, это сознательное решение, то, явно сознательно те, кто, в общем, из этого исходил, должны были предположить, что, ну, до 15-го года, как минимум, этих, да, этих практик хватит, и вот это, на самом деле, сейчас самый, самый главный вопрос, действительно ли удастся вот в таком режиме дотянуть, значит, до 15-го года, потому что мы же видим, что именно 15-й год, даже, даже, независимо от того, что там будут какие-то выборы или что-то еще, у нас же просто все пятилетками этими меряются, даже экономически, и основное направление социально-экономического развития до периода 15-го года, и плюс планы модернизации у нас 13-й, 14-й, 15-й годы, то есть, они все заканчиваются так или иначе 15-м годом, а в 13-м, как я понимаю, основное количество средств должно быть вложено, ну, то бишь, львиная доля вложений должна быть сделана именно до ноября 13-го года, там очень немного проектов, которые переходят на год 14-й, вот, а, кстати, чтобы было понятно, вот этим постановлением, оно чем интересно, собственно, не самим его текстом, а приложением, то есть, там список, там полный список перечисленных вот этих самых предприятий, там что-то порядка, ну, короче, более 70 страниц этот список, вот, порядка 800 где-то, значит, предприятий туда включено, вот, до самых-самых, там, которых, там, я никогда даже названия не слыхал, вот, и предположения там, и там, что интересно, значит, в этой самой модернизации есть два только целевых параметра, что уже само по себе хорошо, потому что, как бы, вот у нас же сейчас делается попытка отказаться от каких-то объемных, там, показателей, перейти на показатели эффективности, вот там, как раз используются два показателя эффективности, один это параметр, значит, объем выручки на одного занятого на предприятии и добавленная стоимость, значит, на одного занятого на предприятии, вот, так вот, интересно, что к 15-му году по большинству отраслей, которые туда включены, предполагается, что вот эта самая добавленная стоимость, она, в среднем, вырастает где-то на 15-20, кое-где 30 процентов, по отдельным предприятиям в разы, то есть, в два есть раза, в три, там, в том же самом комвольном, значит, там, пятикратное должно случиться, значит, увеличение, ну, я понимаю, конечно, что имеется в виду эффект низкой базы, то бишь, они сейчас практически не работают, а вот, когда заработают, вот тогда, может быть, что-то и будет, но просто даже там, то бишь, не только на уровне макроэкономики, где у нас стоит восемь с половиной процентов, которое может получиться только в случае, когда все звезды сойдутся, но даже на уровне микро, на уровне вот этих отдельных планов, которые принесли, ну, а что делать бедному директору, понятно, что он принесет себе тот план, который позволит ему сохранить свое место, да, там, потому что это, в общем, рациональное, в данном случае, поведение, и вот эти все планы, вот, они сейчас и сведены в эту вещь, вот, то бишь, даже и не только на уровне макро, но и на уровне микро, цели стоят не очень реалистичные, и за обе эти цели отвечать, значит, с тем, чтобы вот те, кто за них подписался, значит, их исполняли, будет Петр Петрович Прокопович, то есть, вот, как бы, кожаного начальника с наганом, значит, над каждым станком, там, работником, он все более прорисовывается, еще раз, как я уже говорил, самый главный вопрос, хватит ли этого до периода, до 15-го года, может быть, и хватит, потому что, в принципе, сколько это, ну, это два года, в общем, где-то, да, вероятнее всего, у нас будут судить уже где-то 15-й год, посередине года, ну, потому что у нас, мы же знаем, что у нас президент, например, он любит себе сокращать постоянно срок нахождения на посту, да, то есть, он не пять лет, получается, а между выборами, там, проходит, примерно, там, четыре, там, с половиной, там, или, там, четыре, там, и восемь месяцев, вот, что-то типа такого, то бишь, ясно, что этот дедлайн будет отнесен еще чуть ближе, да, это где-то примерно середина, где очевидно, вот, случится вот это самое пятое Всебелорусское народное собрание, где будет, значит, очевидно, что придется держать ответ за всю пятилетку и рисовать какие-то новые планы, и я думаю, что вот принято решение, ну, вот, а что делать с другой стороны, решение вынужденное, с их точки зрения, то есть, в тех граничных условиях, в которых оно принималось, а именно, что никакие структурные реформы мы делать не будем, это единственный ход, когда можно будет отчитаться о том, что мы экономический рост получили, да, до 15-го года мы, вероятнее всего, его получим, а что уже будет в 16-м, это, как бы, ну, об этом мы подумаем потом. Доживем ли мы до 5-го Всебелорусского собрания? А куда ж мы денемся? Конечно, доживем. Вот. Только оптимизм отнимется. Причем, причем, что интересно, ведь не, кстати, вот на той же пресс-конференции, к которой мы, значит, обращались, я тоже обратил там внимание, что ведь, вот если, скажем, Александр Юрошенко, он на астрологию надеется, что все звезды, да, то там, например, у президента несколько раз звучала такая фраза, там, там, спасибо судьбе, там, и Господу Богу, это вот за то, что, значит, у нас, как бы, ничего не будем, когда он как раз по крусовую политику говорил, то бишь, все больше и больше идет уже меньше точных расчетов, все больше, значит, надежды на высшие силы, на высшие силы, совершенно верно, да, причем, ну, ладно. Вот, более того, в чем еще видны признаки наступления, вот, скажем так, вот этой реакции, или как это назвать, да, против прогрессивных каких-то подвижек 2011-2012 года, мы же заметили, что, скажем, вот январь, чем он сильно отличался от прошлых месяцев, да, тем, что у нас инфляция практически, там, более чем двухпроцентная за один только этот январь, получается будет, и ясно, что это, в общем, явно выше, чем нужно, потому что у нас-то как раз на этот год стоит цель снижения инфляции до 12%, пока не получается, и, в общем, наоборот, она даже скорее раскручивается, у нас в прошлом году, это как обычно у нас бывает, значит, если на сцене висит ружье, то оно обязательно где-то должно выстрелить, в середине прошлого года было принято решение, то есть, правительству себе позволило, они сказали так, что в случае чего, если вот не будет исполняться прогноз про инфляцию на 12-й год, то мы можем вернуться к механизмам административного регулирования цен, интересно то, что административное регулирование цен, это, в общем, мы же понимаем прекрасно, что он может быть в любую сторону, да, и в сторону и сдерживания инфляции, и в сторону ее раскручивания, так вот, в 12-м году как раз административное регулирование цен было инструментом раскручивания инфляции, то есть, регулируемые цены росли быстрее, чем рыночные, ну, это понятно, где-то отъедали, значит, розданные, вот эти самые, значит, ныне уже 550 долларов, да, ростом тарифов и ростом акцизов, вот, ну, и плюс, у нас это объяснялось еще и выравниванием цен с соседними странами, чтобы вывоза не было, вот, так вот, что, значит, то есть, еще раз говорю, там было дано право им такое, значит, снова возвращаться к этому самому административному регулированию, то есть, концептуально этот вопрос, где-то к середине года, значит, был решен, но опять же, как я уже говорил, в прошлом году это использовалось в обратную сторону, то есть, сдерживания в данном случае не происходило, а вот, на той же пресс-конференции Александра Ярошенко замминистра экономики было сказано, значит, Минэкономики разрабатывает графики повышения цен для сдерживания инфляции в 13-м году, то бишь, здесь они уже откровенно говорят, с какой целью этот инструмент будет применяться, и применяться он будет очевидно, то бишь, о чем идет речь, значит, если происходит возврат к стимулированию внутреннего спроса, а это, в конечном счете, вот эти государственные инвестиции и есть возврат к стимулированию внутреннего спроса, очевидно, что это будет оказывать давление на потребительские цены, очевидно, что, в общем, с этим как-то придется бороться, и вот они бороться собираются старыми, проверенными методами. То есть, цены будут расти? Ну, смысл в чем? Они-то, конечно, должны расти, и, в общем, непонятно, за счет чего они бы, в общем, как бы, темпами, скажем, запланированными на этот год должны были бы расти. То бишь, вот сейчас, чтобы было понятно, возвращаясь вот к высказыванию Николая Лузгина, который, как я уже говорил, вроде бы ничего нового не сказал. Он сказал, если правильно интерпретировать, если я правильно понимаю, что он сказал, то есть, все вместе, о том, что мы, что будет с курсом, значит, нас не очень волнует, но вот, что будет с инфляцией, нас довольно серьезно волнует, и тут мы с этим будем бороться. Это такой вот, на самом деле, некий месседж, что ли, в правительство, который примерно означает следующее. Если вы планируете, значит, заниматься вот наращиванием внутренних инвестиций, соответственно, таким вот искусственным стимулированием роста ВВП, мы за курс не отвечаем. А если это будет приводить к стимулированию, значит, раскручиванию инфляции, то мы примем все меры для того, чтобы, значит, с этим бороться. Фокус в том, что действительно у нас банка есть все инструменты для того, чтобы с инфляцией бороться. Другое дело, что все эти лекарства, которые в этой ситуации будут применяться, они все будут таковы, что будут ставить под угрозу исполнение планов по экономическому росту. То бишь, это будет очевидно уменьшение денежного предложения, ужесточение денежной политики, увеличение процентных ставок, что моментально скажется негативно на исполнение тех самых планов, ради которых вот эти вот практики могут быть введены, которые могут привести вот к этим негативным последствиям. То бишь, вот такая вот циркулярная, значит, задача, вот фактически, что Лузгин как бы сказал. Но опять же, мы же понимаем прекрасно, что, в общем, если этот поворот в политике произойдет, и плюс еще и вторая половинка вот этого тандема Румаса-Лузгина, значит, то идет, то, в общем, как бы я не думаю, что много останется серьезных противников для того, чтобы постепенно перейти к вот таким вот нашим старым делам. Так вот, внимание, вот сегодня буквально я, значит, там тоже в прямом эфире приходилось обсуждать вопрос вот этих самых пятисот пятидесяти долларов. Вот почему же у нас как бы при пятистах долларах кризис случился, а при этих пятистах там пятидесяти он, значит, не случился. Ну, мало того, что, как бы, понятно, что у нас внутренняя инфляция была выше, чем темпы ослабления курса белорусского рубля, то бишь, получалось, что на самом деле покупательская способность доллара за это время уменьшалась, то бишь, он на самом деле, то есть, на один и тот же доллар купить можно меньше, значит, чем в десятом году. Но даже не в этом главный вопрос, а главный вопрос как раз-таки в том, что вот два безобразия, которые у нас были в десятом году, хотя бы одно мы не повторили. В прошлом году у нас было снижение вот как раз инвестиций в основной капитал, снижение на почти 15%. То бишь, это достаточно серьезное снижение. Это то, что фактически позволило сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на вот это самое повышение заработной платы до уровня предкризисного. Вот если как бы вот это достижение сдерживания внутренних инвестиций пропадет, то очевидно, что у нас тогда уже будет оба кусочка пазла, который этот самый кризис 11-го года у нас как бы создавал. Вот. Так что, ну и плюс, помимо всего прочего, значит, когда к вопросу о комиссарах в кожаных пальто и наганах или там парабелумах, у нас же есть непосредственно целое ведомство, которое, значит, этим занимается, комитет госконтроля. Так вот, как я уже говорил, что создавалось ощущение, что вот этот декрет номер 9, значит, его приняли, вот, ну, может быть, в надежде на то, что его будут саботировать в конечном счете, потому что он, в общем, странный действительно получился, так вот, нет. Значит, 23-го числа, то бишь, вчера, заместитель, председатель виноват комитета госконтроля Александр Якобсон, заседание коллеги, они как раз разбирали ситуацию в древо перерабатывающей этой самой отрасли, значит, помимо всего прочего, где был сделан вывод о том, что модернизация, которая с 2007-го года запускалась, то есть там огромные средства были потрачены, в общем, мы знаем, что они ни к чему не принесли, но помимо всего прочего было еще сказано, что вот в первом полугодии 2013-го года КГК проверит выполнение норм декрета от 7 декабря номер 9 о дополнительных мерах по развитию древообрабатывающей промышленности. То бишь, и тут, значит, как бы возможности юлить, да, нет, просто я к тому, что все положительные надежды на 2013-й год были связаны с тем, что вот те глупости, которые мы принимали, просто не будут исполняться. Теперь мы видим, как фактически вот эти вот лазейки, они попросту закрываются, причем закрываются откровенно. Вот вам человек, который будет следить, чтобы вот эти глупости исполнялись, вот вам человек, который будет следить, чтобы будут исполняться эти глупости. Вот примерно к чему мы пришли. Отлично. Да, так что, а, и еще один должен я ответить, отметить один важный момент. 4 минуты буквально. Да, я вижу. Правда, вот есть у нас один ролик, если бы хватило времени его показать насчет заработка платы. Давай покажем, заработка платы-то надо. Да, я просто к вопросу о чем, что ведь, когда мы разбирали пресс-конференцию, сосредоточились больше всего вот на вопросе про некого Чалова, хотя на самом деле он в общем далеко не самый там был важный, а вот из тех, которые были заданы, ведь имеет же смысл только считать важными вопросами те, которые потом имели резонанс, за которыми что-то последовало. Так вот, как раз вопрос заданный Мариной Золотовой относительно заработных плат учителей и вот в дошкольных учреждениях, значит, власть тут же подхватила, значит, тут же пошли работать шестереночки и тут же, значит, начали говорить о том, что вот мы уже там типа разрабатываем какие-то меры, как этого добиться. И что интересно, это вот из серии, язык же никто не тянул, вице-премьер Анатолий Тозик на главном государственном портале телеграфного агентства Белта в рубрике «Мнение», то бишь это не интервью к нему пришли задать вопрос. Сам написал. Да, то есть, значит, и он вот уже тут же, значит, статья называется в Беларуси, заметка точнее, она небольшая, там три абзаца всего, есть резервы для повышения зарплаты в дошкольных учреждениях образования. Так вот, начинаем разбираться, какие же есть, значит, эти самые резервы. Это я к вопросу о том, что, как бы, основной вывод, что, в общем, социальное государство наше закончилось. Нет денег больше у социального государства на социальное государство. Значит, есть резервы, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Белта заместитель премьер-министра Тозик. Значит, дальше, каким образом? Частично эта проблема с 1 января решена за счет повышения ставки первого разряда. Ну, там-то она, в общем, повышена всем, поэтому здесь пока ничего специфических для учреждений нет. Дальше. В ближайшее время нужно рассмотреть вопрос о дифференцированном подходе в оплате родителями содержания ребенка в детском садике. Иными словами, то есть, он говорит о том, что есть хорошие детские садики, а есть старенькие, какие-то не очень хорошие, а есть такие там с бассейном, значит, медицинскими центрами. Вот, давайте сделаем так, чтобы вот за хорошее платили еще больше. Я предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы родители платили какой-то процент от стоимости содержания детей в конкретном садике. Раз. И еще один резерв, это повышение оплаты родителями питания детей в дошкольных учреждениях. Повысили уже, кстати. Вот. Значит, будет решаться поэтапно, будем выходить хотя бы на 60-70% оплаты питания, с учетом того, что сейчас по их расчетам около 40%, то есть, это полутора-двукратное повышение, значит, запланировано вот по этой статье. То есть, иными словами, за вопрос задается президенту, как насчет зарплаты учителей, он отвечает, конечно, надо повышать. За счет родителей. В других источниках, как мы видим, попросту нет. Вот. Зато власти придумали, точнее, не власти, у нас же есть еще экономическая наука, которая всегда, если что, подставит плечо и поможет. Придумали новый креативный способ, как же рассказать людям, значит, что с зарплатой у нас, в общем, все как бы в действительности хорошо. Вот. И это как раз кусочек из, значит, БТ-1 репортажа, который назывался, что уже, мол, вот поручения, которые были даны, какие решения были на этой самой пресс-конференции, они уже начинают притворяться в жизни. И там, среди прочего, был вот как раз вопрос о заработной платы. И вот, если можно, там он не очень длинный, там буквально пару минут. Декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев сегодня даже изменил тему своей лекции для студентов-заочников, будущих менеджеров. Наглядно объясняет эффективность формулы сокращения. Если мы сокращаем одного, а остаются работать три, следовательно, среднюю зарплату будем исходить из того, что у госслужащих средняя зарплата, как и в целом по стране, 500 долларов, то зарплату одного сокращенного надо разделить между тремя работающими. Это примерно получается 167. Следовательно, только в результате сокращения зарплата получится где-то 667. Больше всего студентов, конечно, привлекает цифра в 700 долларов. Профессор объясняет, такая средняя зарплата по стране к концу года вполне реальна. Потому что в Беларуси первое, самый низкий подоходный налог в мире. Из зарплаты полученной мы платим всего 12% подоходного налога. Второе, почти в каждой стране мира сам гражданин платит отчисления в пенсионные фонды, фонды здравоохранения и другие социальные фонды. У нас же это делает работодатель. Добавим вот все то. И мы сразу увидим, что на самом деле у нас и сегодня зарплата больше, чем 700 долларов. Но есть возможности для повышения и другие. Мы должны работать лучше, производительнее и при этом не гнаться за импортным, а покупать то, что сделали своими руками. я считаю, что это совершенно уникальное, достойное, может быть, даже какой-то премии по экономике. Если нет возможности зарплату повысить, то хотя бы рассказать людям, что на самом деле они получают не 500, а 700. Единственное, что странно, что декан экономического факультета университета то ли не знает, то ли умалчивает, что в общем-то при чем здесь налоги, ведь у нас средняя заработная плата считается от фонда оплаты труда начисленной заработной платы. То есть на руки на самом деле мы получаем меньше, чем 550 средних долларов. То бишь она эти самые налоги учитывает. То есть он фактически говорит, что 700 долларов за то, что мы получаем уже чистыми на руки. Нет, там все гораздо круче. То есть ноу-хау заключается в том, чтобы сказать людям, что они получают на самом деле 700, но 700 не давать. Но зато вы будете убеждены, что у вас 800 долларов есть. Почему он к 500 долларов прибавил 167, которые были разделены? Нет, но это же все понятно, что если работало раньше 4 человека, а теперь работают 3, то значит вот эти 167, то бишь его вот это очень... Опять же, тут тоже интересное ноу-хау, ведь это будет правдой, то бишь вот эти 167 появятся, только в том случае, если этот человек, ну то бишь он больше нигде работать не будет, иначе бы ему... если он уйдет из госсектора, ну где-то же зарплату ему брать нужно, то бишь, иными словами, эти плюс 167 они получатся просто в результате физического исчезновения этого человека, то бишь, иными словами, у нас для социального государства желательно было бы примерно на четверть количество работников вообще физически сократить, и тогда бы только у нас это все произошло. Ну вот это вот такие метаморфозы социального государства, это, конечно, как курьез, вот это все как это было бы смешно, если бы не было так грустно, которое просто лишний раз подчеркивает, что в общем как бы пазл складывается, да, то, что в общем мне кажется, как я еще раз говорю, я очень сильно надеюсь ошибиться, что вот то, что я сегодня рассказывал, это на самом деле действительно в большей степени было гаданием по кофейной гуще, это просто вот такая передача что ли как предостережение. Ну, а зачем следить? То есть тут в общем людям тоже достаточно легко это сказать, да, то бишь по данным первого квартала будет уже хорошо видно, опять же, та же самая динамика инвестиций, это будет ключевой фактор относительно того, по которому можно будет сказать, действительно ли наши власти возвратились к прошлым практикам, и если действительно мы увидим несдержанность в этом вопросе, можно будет совершенно уже откровенно доставить диагноз. Но опять же, это все еще, поскольку мы это все начало года, все еще too little, еще поэтому пока еще рано, рано говорить, но в любом случае какие-то, видишь, проблема как раз, я говорю, проблема в том, что почти ничего по этому году прогнозировать невозможно, приходится пока заниматься таким вот гаданием, так что не я один за звездами слежу, да, Александр Ярошенко тоже, вот, что остается сказать, ну, опять же, тот самый случай, когда хочется пожелать неисполнение тех планов, которые, по всей видимости, есть. Что-то мы, в этом году у нас какие-то не очень оптимистичные программы получаются. Ну, я стараюсь, стараюсь, я тебя не упрекаю, просто ситуация такая складывается, что, особенно-то и хвастаться нечем. Пока, к сожалению, да, действительно, очень такой вот, очень-очень важный такой разворот, поворотный, на самом деле, момент, куда мы можем пойти, потому что, в действительности, очень легко отдать вот с таким трудом. то бишь, грубо говоря, если правда все то, что я сказал, получается, что страдали мы в одиннадцатом году просто зря. И уроки, которые были в одиннадцатом году вынесены, они могут быть так вот очень легко, естественным образом просто отданы на ветер. Ну, что ж, да, все время наше, к сожалению, заканчивается. Спасибо за внимание, уж извините, действительно, что такой получился не очень веселый выпуск. Ну, не мы-то в этом виноваты. Ну, в общем, да, пока так. В общем, да, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До следующего четверга. Сергей Чалый, Марина Шкелевна, экономика на пальцах. Увидимся. Всего доброго. Всего доброго.